Приветствую вас, и, пожалуй, должен вам сказать о том, что, по всей видимости, вы немножечко ошиблись разделом и задали свой вопрос психологам, а не эзотерикам. Потому что именно эзотерики обмечают на такого рода вопросах. А психологи анализируют полученную информацию и на основе нее дают рекомендации. Вы говорите, хочу знать, изменил ли мне мой муж. Изменил ли он вам или нет, мы не знаем, мы сказать не можем. Именно мы психологи сказать не можем. Но, одно можно сказать точно, что у вас нет доверия к нему. Вы имеете определенные проблемы друг с другом, скорее всего. И эти самые проблемы не позволяют вам быть, например, счастливой в отношениях, допустим. И тогда можно говорить о том, что работать нужно не над тем, изменил ли вам муж или нет, а над тем, откуда появились проблемы. Откуда взялись проблемы между вами? Почему вы не доверяете своему мужу? Почему вы не чувствуете себя защищенной с ним? Что встало на пути к этому? И почему вы до сих пор, условно говоря, подобно терпите? С чем это связано? Почему, вместо того, чтобы привлечь мужчину к разговору, либо самостоятельно сделать какие-то шаги, либо к мужчине, либо наоборот от него, если он не хочет сделать шагов навстречу к вам. Вы пытаетесь узнать, изменил ли он вам или нет. Понимаете, если вы так подумали уже, значит, изменил. Даже не физически может быть, но психически он вам уже изменил. И это, к сожалению, плохо. Также ваш вопрос может быть следствием того, что вы, допустим, ревнуете, испытываете ревность по отношению к мужчине. Ревность – чувство плохое, ревность – чувство опустошающее, и нужно все-таки вам постараться понять, почему же вы ревнуете. Что заставляет вас? Что заставляет вас ревновать? Неуверенность в себе, страх от исполнительного чувства, провоцирующее поведение вашего мужа. Такой его характер, который вы, кстати говоря, сами выбрали. Потому что это же ваш мужчина, правильно? И если это мужчина ваш, то, соответственно, вы его сами и выбрали. А раз вы сами его выбрали, то, соответственно, согласились на то, чтобы он был таким. А если вы боитесь измены, в принципе, как таковой, то здесь нужно сразу сказать, что у измены всегда есть причины. И эти причины кроются в неудовлетворенности. То есть мужчина, если вы боитесь нормам изменения, а мужчина чем-то неудовлетворен. И для того, чтобы поговорить о проблемах и достараться дать ему то, что нужно, вы пытаетесь избежать измены с его стороны. Что, конечно же, не является какой-нибудь правильной позицией в данном случае. Потому что это не решает проблему никак. Возможно и другие ситуации, возможно и другие причины вашего вопроса. Например, проектирование собственных страхов. То есть вы боитесь, что мужчина вам изменит, потому что сами, например, можете изменить. Ну или изменяли уже. Либо если не изменяли, то как-то вот близко к этому находили, к изменам, я имею в виду. И естественно все вот это не могло вас не насторожить. Все вот это не могло вас, естественно, не вывести из себя. То есть если вы как-то вот сталкивались с изменой в принципе, то, соответственно, теперь вы можете думать, что мужчина вам тоже может изменить. Не изменить. И боитесь этого. То есть проектируйте на гамм человека свой собственный страх. А это не есть хорошо, потому что может быть он, мужчина, ни сном, ни духом о том, что вы его подозреваете в измене. А вы ему это инкриминируете постоянно. Ну, постоянно, не постоянно, это не важно. Да, то есть если вы об этом договорились сейчас, то, скорее всего, вас это волнует. Ага, вопрос возникает тогда, да, вопрос возникает тогда, почему волнует вас? Это, с чем связано с волнением? Насколько это волнение обратно? Ну, именно вот, именно в вашем контексте. Поэтому узнавать у мужа или узнавать у нас, изменил ли он вам или нет, это непродуктивно очень. Если есть проблемы, то проблемы нужно решать. И чем быстрее вы будете эти проблемы решать, тем лучше будет вам. тем лучше будет вашей семье, возможно. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Еще раз хотел бы повторить, что если вы обращались все-таки к эзотерикам, а не к психологам, то, пожалуйста, если вы обращались к эзотерикам, то, пожалуйста, приобретите свой вопрос им, если вы желаете погадать. Именно погадать, если хотите. А с психологом не гадают, с психологом работают. Выясняют причины проблем, с которыми вам пришлось столкнуться и так далее. И психологом выясняют реальное положение вещей, такое, как мой анализ. Я надеюсь, что если у вас остаются вопросы ко мне или что-то будет непонятно из моего ответа, вы напишите в личку. Я с радостью отвечу, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.